Современный школьный музей должен быть центром притяжения учреждения образования. Причем желательно, чтобы музей был центром неформальным, а живым и интересным для ребят, в создании которого они принимают самое активное участие. Об этом и многом другом говорилось в ходе проведения круглого стола, где и побывала наша съемочная группа. В школах города, а также наших станиц, поселков и хуторов, есть заветные уголки, где с любовью и старанием по крупицам собраны фрагменты славной кубанской истории. Это школьные музеи кубанской старины, уголки кубановедения, целые кабинеты, рассказывающие об истории Славянского района, о ратных подвигах наших земляков. Земля кубанская очень богата своей историей. Хорошо это понимаешь, когда заходишь в школьный музей и перед твоими глазами встает прошлое. В шестой школе поселка Совхозного бережно сохраняются экспонаты, которые появились здесь благодаря усилиям учащихся учителей, жителей сельского поселения. Они встречаются с различными историческими периодами. Они видят, как жили люди, как защищали нашу землю, период Великой Отечественной войны, как развивалась вообще наша станица Славянская, как развивался город уже наш Славянск на Кубани. Мы говорим о героях нынешних, прошлых, мы говорим о детях-героях, мы показываем нашим детям, что во все периоды дети любили свою землю, любили свой край, любили свою малую родину. И поэтому, наверное, это является одним из главных для воспитания нашего подрастающего поколения. Особенно трепетно внимание школьников ко всему, что связано со временем Великой Отечественной войны. Здесь проводятся уроки мужества, экскурсии. В нашем музее боевой славы проводится множество интересных экскурсий. Рассказывается о наших земляках, которые воевали в Великую Отечественную войну. Детям это очень интересно слушать, очень интересно посмотреть на предмет Великой Отечественной войны. Целью нашей экскурсии, конечно, является воспитание патриотизма с ранних лет, чтобы наши школьники помнили, какой ценой была завоевана победа. При подготовке мероприятия были посещены музеи, ряда школ, города и района. По инициативе общественной палаты Славянского района и управления образования был проведен круглый стол развития школьных музеев, опыт, задачи, перспективы. В восьмую школу поселка Садово приглашены представители образовательных организаций и всех ответственных служб. Участники обменялись опытом лучших практик по патриотическому воспитанию школьников. Школьный музей обладает огромным образовательно-воспитательным потенциалом, так как он сохраняет и экспонирует подлинные исторические документы. Эффективное использование этого потенциала для воспитания казачат является одной из важнейших задач школьного музея. Участие казачьих классов в поисково-собирательной работе, изучение и описание музейных предметов, создание экспозиции, проведение экскурсий, вечеров, конференций способствует заполнению их досок. Такова же главная воспитательная задача музея – пробуждать в детях и подростках потребность глубже познать историю отечества из разных источников информации и знакомство с музейной экспозицией, с книг и фильмов, рассказов ветеранов, экспонатов музея, экскурсий по местам майон. Каждый выступающий говорил о важном, о своем видении улучшения музейной работы, о том, что хорошее можно и нужно подчерпнуть друг у друга. Во всех музейных экспозициях хорошо представлено и методичное время. Вот абсолютно, в какую бы школу ни зашли. То есть это говорит о том, что наш музей формировался, ну, я не знаю, смотри, 30-40 лет, наверное, назад, да. Это действительно были энтузиазмы своего дела. Это, конечно, это большой поток был информации, свидетелей, участников, ветеранов, семейных, может быть, религий, да, потому что это действительно было вот то время, в которое, в принципе, можно было все это собрать. Поэтому все эти материалы, конечно, которые мы увидели, они действительно воспитывают уважение к историческому прошлому, бережное отношение к народной памяти. Очень понравился в этом направлении музей службы номер 19, в первом лице, в шестой школе. Начальник управления культуры Славянского района Дмитрий Решмид отметил, что в каждом школьном музее должна быть своя изюминка, что-то очень необычное, чтобы всерьез заинтересовать ребят и не оставить их равнодушными. Это грамотная подача материалов. Экспозиция выстраивается таким образом, когда экскурсовод идет по повествованию. Он начинает по хронологии от истоков, заканчивая сегодняшним днем, но экспозиция его ведет. И ребенок незаученно рассказывает, что вот ему написали, он прочитал и показал. Нет. Его ведет экспозиция выстроена таким образом, чтобы она ему или другому ребенку помогла раскрыть идею и суть этого музея. То есть здесь механизмы работают совсем другие. Ребенок должен себя ассоциировать с конкретной территорией, с конкретной традицией, с конкретной историей. И мы с вами можем эту базу ребенку дать, в том числе посредством школьных музеев, посредством погружения в условия малородия. Круглый стол помог его участникам обменяться мнениями, взглянуть на этот вопрос с самых разных точек зрения, увидеть имеющиеся проблемы и определить способы их решения. Сегодняшнее мероприятие помогло нам подойти к пониманию нашей работы более детально, взглянуть на нее, на эту работу с другой стороны. Уверен в том, что у нас получится сделать некий рывок вперед, и мы построим нашу работу еще более слаженно, еще больше и лучше. И все это во благо наших детей и, повторюсь, подрастающего поколения. Необходимо сохранение настоящей истории, истории наших поедков. Было предложено принять ряд мер по улучшению качества работы школьных музеев, провести их паспортизацию, уделить особое внимание пополнению музейных фондов и экспозиций, повышать профессиональное мастерство руководителей музеев, шире привлекать представителей общественных организаций и учреждений культуры к сотрудничеству. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События». Станислав Бурбыко, программа «События» Espero poker,劇iert человека. Станислав Бурбыко, программа «Сchuck» случаев тех, кто смог быстрее других сп connected. Тогда учening в судье Бурбу Layer Лекон Hillary pissи своим форматом –